Приветствую вас! Давайте мы с вами разберёмся с тем, что вы написали. Значит, вы пишите, что я недавно переехал в общежитие в связи с семейными обстоятельствами. Какими семейными обстоятельствами? Что это за семейные обстоятельства? Не связано ли это с тем, что и там на вас как-то было оказано давление, что вам не понравилось и вы решили переехать в общежитие? То есть, ну, семейные обстоятельства, а именно семья, являются мощными средами, семья это мощная среда, для расформирования у человека модели поведения. Я полагаю, что если вы уехали из семьи, то, значит, надо были причины, у вас были проблемы, возможно, и именно эти проблемы вероятны и имеют своё продолжение. Ну вот, дальше в том, что вы не можете найти общий язык с людьми. Скорее всего, у вас достаточно жёсткий отец, который вас подавлял и не позволял вам раскрыться, раскрыться, который требовал от вас, требовал, чтобы вы были, ну, например, жёстким, требовал, чтобы вы были суровым, вот, и так далее, и так далее. Вот. И мне думается, что вот это ключевой момент. Мне думается, что вот это вот ключевой аспект, который обязательно нужно разобрать. Да? Семья. Дальше, мы пишем не сложилось с однокомнатниками, их двое. Один из них пытается меня зашать, доминировать, управлять обстановкой. Какие-то указания даёт. Проблема в том, что я не приношу таких вещей. Я просто знаю, что если я не стану сопротивляться, он будет делать то, что он хочет. Один из них пытается меня зашать, доминировать, управлять обстановкой. Ну, во-первых, думается мне, что у вас есть проблема в том, чтобы адекватно и правильно себя поставить. То есть, в общении, в общении с людьми, да, нужно уметь правильно поставить себя. Вот у вас, мне кажется, есть с этим проблема. То есть, ваша мягкость, да, ваше, может быть, нежелание конкурировать с людьми воспринимается как слабость. Что в итоге приводит к тому, что человек пытается вас зажать. То есть, вы не можете, как бы это сказать, простроить чёткие границы. То есть, вот, здесь вы мягкий, а в другом вы твёрдый, ну, жёсткий. Вот. И, также, также, хочется сказать ещё и то, что если вы в напряжении, да, ну, именно, вот, в напряжении, если вы, то получается, что вас это как-то задевает, что это происходит. То есть, у вас нет понимания того, почему человек это делает. У вас нет понимания того, зачем он это делает. И вы, возможно, считаете, что, ну, например, что всё против вас, допустим. Вот. Я не говорю, что это обязательно так, но, тем не менее. Тем не менее. Вполне может быть подобная история. Вполне может быть. Вот. Ещё раз повторю. Я не утверждаю сейчас наверняка, да. То есть, смотрите. Ваш сосед, назовём его так, он на вас давит. Вы, вы ему сопротивляетесь, но при этом в напряжении. Что это значит? Значит, что вы воспринимаете на свой счёт то, что он делает. Это значит, что вас задевает его поведение. Вы говорите, что я ненавижу таких людей. Почему вы ненавидите таких людей? Потому что эти люди заставляют вас что-то делать. Как бы конкурировать. Да? Вот. А конкуренцию вы не любите, потому что это сравнение. А в сравнении есть шанс, скорее всего, проиграть. Вот. Опять же. Опять же. Опять же. Я не утверждаю наверняка, что это так. То есть, я не хочу сказать, что на 100% это вот именно так. Но, вполне может быть, что именно это и является тем больным методом для вас, которое и, собственно, подтолкнуло, я так думаю, вас написать нам этот вопрос. То есть, вы не выносите конкуренции, потому что боитесь проиграть. А если вы боитесь проиграть, значит, вы не уверены в себе. Ну, по той или иной причине. Вот. И, соответственно, почему вы не уверены в себе, это уже вопрос, с которым нужно разбираться. Скорее всего, этот вопрос уходит, опять же, корнями в детство. Тем более, что, судя по вашему имени, у вас есть определенные семейные ценности, которые, ну, вполне может быть, вас зажимают и требуют от вас определенного поведения, игнорируя при этом ваше желание, что не может не породить социальную позицию, я минус, ты плюс. То есть, вы минус, а другой человек плюс. Ну, в глубине дочери. То есть, да, защищаться-то вы пытаетесь, конечно, именно защищаться. Но, тем не менее. Тем не менее. Дальше. Значит. Так. Вы пишите, я не приношу таких вещей. Вот, непереносимость, это ваша собственная реакция. Так. И, соответственно, нужно свою непереносимость признать. То есть, сказать, что вот я не приношу, но я не приношу по своей личной причине. По какой причине я не приношу? Это уже вопрос. На самом деле. Это серьезный вопрос. По какой причине я не приношу? Из-за чего я не приношу? И, соответственно, взять ответственность нужно за это на себя. То есть, ваш сосед, да, он не тот, чтобы не виноват. Дело даже не в том, виноват он или нет. Ваш сосед ведет себя так, как он, ну, вот, хочет, как он может, как он умеет. Вот, и, соответственно, это его дело, как себя вести. Если у вас есть четкие границы, вы просто отстаиваете эти границы, и все. То есть, с одной стороны, в чем-то вы соглашаетесь со соседом, с другой стороны, в чем-то нет. Ну, потому что нужно показать человеку свою адекватность, в первую очередь. Да? Вот. То есть, не нужно спорить ради спора. Это дитруктивное поведение, которое позволяет людям считать, что вы жертва, считать, что вы достаточно, ну, такой, ну, слабый человек. Вот. И, соответственно, если вам хочется это поменять, то нужно вот исходить из этого. Дальше, я просто знаю, что если не стану сопротивляться, он будет делать то, что он хочет. Откуда вы это знаете, для меня загадка. Он сопротивляет, он вас подавляет не до того, чтобы хотеть делать то, что хочет, а до того, чтобы самоутвердиться до тех пор, пока вы сопротивляетесь, он будет вас подавлять. То есть, можно защищать свои личные границы и то, что вы хотите, то вам нужно без сопротивления. То есть, без открытого противостояния. Для этого нужно быть все-таки уверенным в том, где вы, где другой человек. Где ваша ответственность, где ответственность у другого человека. Вот, по-другому, по-другому вряд ли можно будет наладить адекватный контакт. Дальше, я просто чувствую, что он несправедлив к людям, а также, что он человек-манипулятор, а таких я ненавижу. Так вот, как мы узиться с ним? Выпишите, я просто чувствую, что он несправедлив с людьми. Вот это ваше чувство, что он несправедлив с людьми. С людьми есть элемент магического такого, немного детского мышления. Никакой справедливости нет. Есть просто то, чего хочет один человек, есть то, чего хочет другой человек, и все. По сути, дело. Понимаете? Нет никакой справедливости. Справедливости нет и быть не должно. И вот вы говорите, что вы таких ненавидите. Почему вы ненавидите? Это угроза для вас или... Ну, или, например... Например, это обесценивает вашу позицию, обесценивает вашу позицию по мировоззрению. То есть, что есть какая-то вот справедливость, что есть какой-то... Какая-то, ну... Какие-то ценности, да, такие... Такие, ну... Общие, да? Скажем так. И вы видите в этом для себя угрозу, может быть. Если так, то это, конечно, совсем другой момент. Если так. Вот. То есть, с ненавистью и непереносимостью к этому человеку нужно разбираться. Вот. Потому что он может вести себя как угодно, но... Ваша ненависть, это... К сожалению, не является чем-то, чем-то нормальным. Вот. Ну, по крайней мере, полезным для вас. То есть, ненависть не является тем, что... Делает вас сильнее и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Учтите, пожалуйста, этот момент. Так. Дальше идем. Я испытываю очень сильное эмоциональное напряжение, когда я нахожусь с ним в комнате. Может быть, я только за следствием проверяю меня. Ну, я не знаю, проверяет он вас или нет. Ладно понять, откуда берется ваше напряжение и с чем оно связано. Связано оно именно с вами. И, скорее всего, связано оно с отцом, с переживаниями в отношении отца. И это все, что происходит с вами сейчас, это перенос отношений с отцом на этого человека. Вы говорите, в итоге я не хочу терпеть этого человека. Ну, как вы знаете, нетерпимость является... Нетерпимость является, скажем так... Характеристикой личности вашей, а не его. То есть вы, как бы, говорите, это он виноват в том, что я его не хочу терпеть. Это он виноват в том, что он себя так ведет. И здесь вы выставляете себя жертвой. Опять-то. Это игра в жертву. В данном случае. Вот. Вы, возможно, я не говорю, что это именно так, но вы, возможно, подсознательно выбираете всех людей, акцентируете на них свое внимание, которые действительно такие вот, ну, достаточно авторитарные, да, подавляющие. Вот. Для чего? Очень важный момент. Для чего? Чтобы иметь возможность чувствовать себя подавленным. И чувствовать себя подавленным, значит, получить право на какие-то мысли, на какие-то действия, на какие-то поступки, вот, на какие-то, может быть, даже слова, на какие-то эмоции и так далее. То есть на что-то, на что-то, на что в другом, при другом раскладе, да, при другом раскладе, вы бы никогда, значит, ну, вы бы никогда не имели бы право, по вашему мнению. Понимаете, понимаете, какой момент и какой момент. И это ваша игра. Это ваша игра, а не этого человека. Это ваша психологическая игра по, ну, допустим, допустим, по приобретению, скажем так, того, чего вам не хватает. Да? То есть, например, уверенности в себе и так далее. Дальше. Помимо этого, у меня в университете проблема, но здесь с другим. Одногорщиком у нас в группе два мальчика и все девочки. И у нас борьба за внимание, который, как показали, притаскивает одеяло на себя путем подавления друг друг к другу. Он такой же манипулятор, мне кажется, что я их притягиваю в свою жизнь. Ну, смотрите. Действительно, манипуляторов вы притягиваете. Почему? Потому что вы не уверены в себе. И к вам, соответственно, вас хочется подавлять. Вас хочется подавлять. Потому что вы жертва в этом плане, в этом плане. Вот. То есть здесь нужно менять свой модель поведения. А что касается конкуренции, ну вы знаете, если у вас в группе два мальчика и все девочки, то мне, если честно, вообще непонятный мотив, непонятная причина, по которой вы конкурируете. То есть там все девочки, ну зачем внимание всех девочек, да? То есть ваша основная проблема в том, что вы вступаете против противостояния. Вы игнорируете, значит, свои особенности. Вы не пользуетесь своими особенностями, а, по сути, принимаете правила игры другого человека. Вот говорят, что, ну вот, например, в психологии, да, есть, ну не только в психологии, но и в житейской мудрости, есть такая позиция, что не нужно спорить с дураком, да, с глупым человеком. Потому что глупый человек, он что сделает? Он опустит тебя до своего уровня, да, а там он, понятное дело, победит, ну вот, на своем уровне, на своем поле, вот. И, соответственно, вы, вы, что, что делаете? Вы постоянно опускаетесь, вы постоянно опускаетесь на уровень того, кто с вами взаимодействует. То есть, вы позиционируете себя как человека, который не любит конкуренции, вы позиционируете себя как человека, который не вступает в конкуренции, но при этом постоянно на нее ведетесь. Значит, значит, вы в душе хотите доказать, хотите доказать, что вы лучший. И это значит, что вы сомневаетесь в том, что вы лучше, а это значит, что что-то вы мирно и не любите конкуренции, является, по сути дела, защитной реакцией, ну, защитным механизмом, вот. Так мне это видится, исходя из того, что вы, вот, пишите. Вот, естественно, я не уверен в этом, ну, просто потому, что слишком мало информации, да, иногда с вами нужно поговорить, с вами нужно пообщаться, чтобы, в общем и целом, понять, что именно происходит с вами, вот. Но, думается мне, думается мне, что, в общем, в целом, я, наверное, скорее всего, прав, вот. Что да, вы, может быть, этого и, может быть, вы этого и не примете, да, может быть, вы не будете согласны со мной, но, по сути дела, все дела реально точно не меняет. Следит к тому, что я мирный человек и не люблю женской конкуренции, это мешает жить, учиться, так и добиваться как-либо целей в жизни. А что именно мешает? Что-то вы, мирный человек, и не любите женской конкуренции, можно быть мирным человеком, можно не любить женской конкуренции, но просто идти и делать то, что у вас получается лучше всего. То есть, простите, но здесь есть противоречие. То есть, если вы не любите женской конкуренции, если вы, да нет, даже не так, если вы мирный человек, как вы говорите, мирный человек, то есть не вступайте в конфронтацию. Это хорошо. Не нужно вступать в конфронтацию, да. Вот я приведу такой пример. Вот на сайте, да, на сайте, вот здесь, где я работаю. Удельный вес моих сообщений, моих ответов гораздо меньше, чем, например, удельный вес других людей. То есть, при необходимости, при необходимости, при их желании, да, человек очень легко меня, в общем-то, догонит, очень легко сравняет со мной и очень легко ему будет, скажем так, меня, ну, обойти. Очень легко, это будет очень легко, вот. Но, это не имеет значения, потому что я для себя выбрал определенный стиль. Стиль голосовых ответов, допустим. И, как бы, вот, всё. Это мой стиль. Люблю я конкуренцию? Нет. А кто её любит? Любит. Конкуренцию никто, никто не любит. Просто кто-то играет по правилам других, да, кто-то играет по правилам тех, ну, тех, кто, вот, устанавливает эти правила, кто-то. А кто-то просто выбирает свои особенности и, собственно, пользуясь именно, именно своими особенностями, да, пользуясь своими особенностями. Просто-напросто занимает своё место. И всё. Так, как это сделал я. Я просто занимаю своё место. А вы, вы, как будто бы, да, вы, как будто бы. С одной стороны, вы говорите, что я не люблю конкуренцию, я минус чувак. А с другой стороны, я постоянно борюсь. Получается, в некоторой степени такие двойные стандарты. И вот мне думается, что это, собственно, собственно, ключевой момент. Потому что вам нужна чёткая позиция. По своему вопросу, по своему вопросу, вам нужна чёткая позиция. А её у вас нет. Дальше. Ну и, соответственно, непонятно как, точнее, понятно, как вам это меньше решить. Потому что вы, эээ, мирность и, эээ, акцентирование внимания на своих особенностях путаетесь с неконкурентностью. То есть вы, получается, не вступая в конкуренцию, вам нечего предложить. Вам нечего предложить. Но при этом есть бы, есть, эээ, потребность быть лучше, лучше всех. То есть это такое вот, ну, это такое, знаете, невротическое, эээ, невротическое переживание здесь, на мой взгляд, имеет место быть у вас. Вот. Понятно, да? О чём будет речь, я надеюсь. Дальше, эээ, так. А также я не могу расслабиться ни в универе, ни в общеге, мне очень сильно жмёт изнутри, что именно, что именно жмёт. Люди, которых я встречаю по дороге, спрашивают, что мог быть в настроении. Ещё одна проблема, эээ, так как я интроверт и трудно общаться, общаться с людьми. Эээ, нет, 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 Мухаммад, эээ, вы не интроверт. А, понимаете, то есть дело даже не в этом. Эээ, интроверт это тип личности. А интроверт это тип личности. Понимаете? А интроверт это тот, кто просто ээээ, в себе находит. То есть нет ничего страшного в том, чтобы находиться в себе. Нет ничего страшного в том, чтобы быть наедине с собой и любить это. Абсолютно ничего страшного в этом нет. Но, если вам тяжело общаться с людьми, то дело здесь совсем в другом. Если вам тяжело общаться с людьми, то дело здесь не в том, что вы интроверт, а в том, что вы не принимаете себя. И либо вам не о чем общаться с людьми, либо здесь есть какая-то еще проблема. То есть не нужно здесь подменять понятия. В данном случае вы подменяете, к сожалению, понятия. И из-за этого, собственно, у вас не возникает проблем. Ну и опять же, вы вешаете на себя ярлык. Да? Что мол, вот я интроверт и типа все. Интроверт это может быть интроверт, но это решать не вам, а решать только психологу или, значит, в результате тестов это решается, но никак не вам это решать. Понимаете? Вот. Свободный ли это ваш выбор не общаться с людьми? Не свободный ли ваш выбор не общаться с людьми? Понимаете? Какая история. Поэтому не нужно здесь подменять понятия. Ну и кроме того, если у вас эта проблема, то и эта проблема принятия себя, то принятие себя это работа. Это индивидуальная работа. Это не просто совет. Да? Это именно работа. Потому что у вас имеет место быть непринятие себя. И оно у вас имеет место быть довольно давно. То есть долго. Ну, в течение долгого количества времени у вас непринятие себя имеет место быть. И, соответственно, с ним нужно работать. С непринятием себя. Вот. Раз. Дальше. Хотелось бы услышать развернутый ответ или типа, или что-то типа плана к действиям. Ну, опять же, развернутый ответ я вам дал. Что касается плана, то точно тоже какие-то предложения я внёс. Но предложения это весьма относительные, потому что ваша история нуждается в дальнейшем анализе. Вот. В глубоком анализе я бы даже сказал. Вам 18 лет, в принципе, это хороший возраст. Можно, можно достаточно быстро вам помочь, подкорректировать ваше поведение. Ну, вот. Но это работа. Ещё раз повторяю, это работа. Индивидуальная работа. Вот. Есть упражнения, есть методы, всё это есть. Всё можно делать. Вот. Всё, всё можно использовать. Вот. Главное, 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 это ваше желание. Вот. То есть, какой у вас запрос основной, да? Вот это, пожалуй, то, что нужно обязательно учитывать. Вот. Это, пожалуй, то, что нужно обязательно учитывать. Вот так. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительных, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и принятия положительного решения в контексте того, что вы будете делать дальше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.